Так, и мы продолжаем. Следующая тема это функциональные объекты, функторы и монады в джаваскрипте. Ну, я вам про них не буду рассказывать таким образом, как об этом рассказывают обычно, а попробую начать с реализации и с применения их, и с разбора кода, потому что обычно, когда уходят в теорию, никто ничего не понимает. И где их применять, тоже не особо понятно сразу же. Поэтому на самом деле это все очень простые вещи. Можно, конечно, дать определение. Про функциональные объекты на самом деле даже существует некоторое расхождение в понятиях, потому что в C++ функциональный объект, или функтор даже, это класс, у которого перегружен оператор скобочка-скобочка. Но для Haskell, JavaScript или других языков это совершенно другая конструкция. На самом деле в джаваскрипте функтор делается, можно сделать из нескольких вещей, можно сделать функтор из прототипа, из класса, из замыкания. Ну и естественно, что если мы делаем функтор из замыкания, то он будет, скажем так, безопасным. Если мы его делаем из класса или прототипа, то то значение, которое в функторе будет храниться, все к нему смогут доступаться. Давайте сразу же посмотрим простую реализацию на прототипах. Вот сделали такой конструктор прототипа maybe, к нему приходит один аргумент в конструктор, мы его сохраняем в this.x, ну то есть в контекст этого объекта. И у него будет еще метод map. Этот метод map принимает функцию. И если у нас есть x и есть функция, то мы берем функцию, передаем туда аргументом x из текущего контекста, и все это дело оборачиваем опять в тот же самый конструктор прототипа maybe. То есть у нас значение хранилось внутри экземпляра maybe, функция пришла в аргументы, мы взяли значение, передали функции, получили результат, и опять положили вовнутрь нового уже экземпляра. То есть тут мы этот map, он создает новый экземпляр этого же самого maybe. Если у нас чего-то не было, если у нас не было значения или не было функции, то мы кладем туда null. Ну то есть мы тоже создаем новый экземпляр maybe и кладем туда null. То есть исходя из вот этого вот простого кода, который тут написан, видно, что функтор, ну как минимум вот эта его реализация, это примерно то же самое, что боксинг. То есть мы какое-то значение положили в контейнер, и потом у нас есть функция отображения, и мы можем из одного контейнера преобразовывать через функцию и класть в новый контейнер. То есть если мы это сделаем на замыкание, чуть позже, то можно будет назвать функтор, что это рекурсивное замыкание. Какое-то значение хранится в замыкании. Мы сделали map, через функцию его преобразовали и в другое замыкание положили. Ну а тут, так как мы храним его в объекте, то объект это аналог замыкания, только для ООП. То есть мы практически в коробочке, в боксе храним это значение и можем преобразовывать его через функции. Теперь каким образом этим пользоваться? Вот мы создаем new maybe, кладем туда 5, и теперь пропускаем его через map и не передаем в этот map никакого аргумента. А потом делаем еще раз map и передаем туда console.log. То есть эта пятерка должна попасть, должен создаться новый экземпляр этого maybe, должна положиться в контейнер, в бокс. Дальше должно произойти преобразование, но так как это map преобразование, так как у нас никакой функции мы не передали, то у нас случится пустой контейнер. Вот эта штука вызовется. Maybe now. Это значит, что после этого уже мы не сможем ничего вывести через console.log, потому что там пусто. Дальше вот мы опять положили в следующем примере пятерку в коробочку и теперь преобразовываем через функцию умножения на 2, которая просто удваивает значение. И дальше map это в console.log. У нас пятерка умножится на 2, причем сначала создастся контейнер с пятеркой, потом случится вот этот map, то есть она умножится на 2 и положится в новый контейнер. А потом мы передадим в этот контейнер console.log, и у нас на самом деле, так как console.log возвращает undefined, у нас создастся еще один контейнер, но уже будет контейнер с undefined, но так как у нас console.log получает аргументом то значение, которое лежало в предыдущем контейнере, то оно напечатается на экран. Вот такая вот конструкция. Так, подождите. Ага, все в порядке. Теперь еще один пример. Это мы сразу в контейнер кладем null, и дальше этот null отображаем через функцию удвоения. Естественно, что ничего не произойдет, так как там значения нет, то тоже случится вот этот вот new maybe null. И вот отсюда ничего не выведется. Давайте теперь это дело запустим. Ну вот, десятка. На самом деле, эта десятка вот отсюда вывелась. Этого не сразу понятно, ну вот, смотрите, если я первый оставлю, ничего не выводится. Дальше второй, вот десятка выводится. И третий, ничего не выводится. То есть мы придумали себе такой способ написания кода, когда у нас есть цепочки, и цепочки вычислений, они могут быть достаточно длинными. То есть есть какая-то величина в контейнере, и мы можем ее много раз преобразовывать через функцию проводить. Каждый раз будет создаваться новый контейнер, и туда класться новая величина. И в конце мы ее можем оттуда выколупывать. Только единственное, что я вот ее выколупываю из контейнера при помощи console.log на экран, но это с точки зрения функционального программирования это неправильный способ, потому что в map могут передаваться только чистые функции. Но это с точки зрения функционального программирования. А у нас в JavaScript, если вам удобно, то так можно делать. То есть функциональное программирование дает нам просто новые синтаксисы, новые способы написания кода, и мы можем сами себе этот способ применять для решения каких-нибудь своих задач. Ну вот то, что я тут написал, его же можно переписать чуть покороче, вот в таком стиле. Давайте еще раз сравним. Я тут просто заменил вот этот if на тернарный оператор, потому что у нас и в одной ветке if, и в другой ветке if случается new maybe, правильно? Поэтому мы можем все вот это выражение, которое у нас там было на две ветки размазано, можем его вовнутрь new maybe положить, и таким образом тут у нас вычисляется, если есть x и если есть функция, то тогда проводим этот x через функцию, иначе null. Ну и вот эти вот три примера, они же самые. Видите, тоже десятку выдает, абсолютно ничего не поменялось. Теперь давайте то же самое попробуем сделать при помощи замыканий. То, что у нас было на прототипах, теперь мы сделаем функтор на замыканиях. Мы сделали функцию maybe, положили туда x, и сразу же возвращаем из нее функцию. Я специально это написал не на лямбдах, я сейчас чуть позже вам покажу это дело на лямбдах. Так проще проследить последовательность, как передаются куда значения. Значит, из вот этого maybe вернулась функция, и она принимает еще один аргумент fn. Дальше у нас, если есть x и если есть fn, откуда они берутся? Из двух вложенных замыканий. fn берется из текущего контекста функции, а x берется из функции maybe. То есть вот тут мы смотрим, если у нас есть функция, есть значение, то опять рекурсивно вызываем maybe. То есть у нас создается замыкание, и благодаря тому, что из замыкания возвращается опять вызов функции maybe, это создается рекурсивное замыкание. Таким образом, мы вот тут без new, вот так вот в maybe кладем пятерку, дальше мэпим ее через пустоту, и потом выводим в консоль log. Тут берем пятерку, мэпим через инкремент, и отдаем консоль log. Пятерку умножаем на 2, отдаем консоль log. И можем такие цепочки делать более длинные. Вот тут, допустим, цепочка начинается с NAL, значит она дальше не пойдет. Тут вот взяли пятерку, удвоили, потом добавили единицу, там получилось 11, и оно вышло в консоль log. То есть мы делаем вот такие вот цепочки вычислений. Давайте это дело запустим, и посмотрим, что она там нам выведет. 6, 10 и 11. Ну тут можно проследить. Вот это 6, вот это 10, вот это 11. Вот этот пример, и вот этот пример ничего не вывели. То есть если мы делаем на функциональном подходе, только с использованием функций, то функтор это у нас рекурсивное замыкание. Но все, что мы тут написали, вот во много строчек, давайте введем тернарный оператор и лямбды, и теперь мы тот же самый maybe можем написать вот так. То есть вот у нас наружная функция, она создает замыкание, туда кладется x, потом у нас вторая функция из нее возвращается, туда fn, и вот рекурсивно этот maybe вызывается над таким же самым выражением. То есть все, что мы написали там через прототип, и потом чуть короче переписали через функции, через лямбды вообще переписывается очень просто. Ну и вот все вот эти примеры, мы их тоже сейчас, четвертый пример запустим, 4, 6, 10, 11. То же самое выдает. Мы видим, что все в одну строчку работает точно так же, как и предыдущие. Теперь попробуем сделать на прототипах, опять вернемся к синтаксису прототипов, потому что он хоть и более многословный, но его проще разбирать. Значит, мы сделаем теперь аппликативный функтор. Значит, смотрите, еще раз такая штука. Вот тут у меня функтор maybe не имел метода map, но в первом варианте, вот в этом варианте, у нас он имеет map. Я обращаю ваше внимание, что функтор, сделанный на прототипах, он не функция, а объект. И поэтому мне нужно тут, чтобы у него был метод map специально. А функтор, сделанный на функциональных замыканиях, у него map – это сама функция, которая из него возвращается. То есть тут у нас из maybe 5 вернулась функция, которая практически она же и является map. То есть map – он предыдущий контейнер преобразовывает в новый контейнер с новым значением. То есть это то же самое, что и там через map, тут через просто такой функциональный чейнинг можно писать. И вот в аппликативном функторе мы то же самое реализуем map, но мы его немножко улучшили. Помните, тут мы вычисляли вот это значение, и мы всегда его клали внутрь конструктора, опять new maybe делали. Теперь мы проверим, что если к нам из функции вернулось значение уже класса maybe, то тогда мы просто его возвращаем, потому что нам не нужно его рекурсивно опять класть в maybe. А если это не maybe, то мы его дальше через new опять оборачиваем. То есть вот в этом map'е эта строчка осталась, делает то же самое, а потом результат, если он не находился внутри контейнера, а это просто value какой-то, то мы его кладем опять в контейнер. Теперь делаем функцию ap. Вообще она должна называться apply в функциональных языках и в литературе, и во всех статьях она вообще называется apply, но у нас в джаваскрипте apply занят, потому что apply это у нас метод function прототайпа, который позволяет нам вызывать функции. Мы назовем ap. И вот в этот ap мы передаем другой функтор, то есть в метод функтора мы передаем другой функтор. И дальше мы должны сделать двойной map. Мы сначала из текущего функтора делаем map, вот так, this map, чтобы вынуть оттуда value. И он отправляется в эту лямбду. То есть вот value мы вынули в контекст, и дальше он попадает вот в эту лямбду. Дальше мы берем функтор, и ему теперь делаем map, для того, чтобы вынуть из функтора функцию. Теперь у нас вот в этом месте у нас есть ссылка на значение и на функцию. Мы, собственно, значение передаем в функцию, и то, что вернулось у нас, становится результатом вот этого apply. Теперь как этим пользоваться? Смотрите, вот мы положили пятерку в один функтор maybe, дальше мы в другой функтор, функтор f1. Мы туда положили функцию, и в третий функтор мы положили еще одну функцию f2. И теперь мы можем их так вот по цепочке дальше и вызывать. a – это контейнер с пятеркой. Мы к нему применяем контейнер с функцией удвоения. Дальше к нему применяем контейнер с функцией инкремента. И дальше все это выводим через map в консоль. То есть аппликативный функтор – это такой функтор, который умеет распаковать функтор с значением, распаковать функтор с функцией, применить функцию к значению и опять упаковать в функтор. Вот такая штука. Давайте это дело запустим. Пятый пример. 11, посчитала. То есть оно пятерку умножить на 2 и плюс 1. Все посчитала. Тут мы сделаем еще аппликативный функтор, но уже на замыканиях. Чтобы это было удобнее делать, заведем себе такой вот объект fp и будем туда складывать все функции, которые нам нужны. fp – это будет такой namespace для функции функционального программирования. Мы туда положим сначала вот такой вот map null, который сначала проверяет, есть ли значение. Если значение какое-то есть, то мы вызываем функцию, а если значения нет, то мы возвращаем null. Вот такой map null. Дальше мы делаем maybe. В него входит первоначальное значение x, которое попадает в замыкание. Дальше мы делаем функцию map. Вот такую. И потом к этой функции мы примешиваем еще две функции. Функцию ap и функцию chain. В прошлом примере у нас был только map и ap, то есть map для отображения через другую функцию, ap для применения функции, которая лежит в другом функторе, и chain для того, что теперь мы добавляем сюда еще chain, чтобы строить цепочки. И возвращаем этот map. И вот такой функтор с функцией применения и chain, он уже называется монадой. И мы ее можем использовать. Вот мы в нее положили пятерку, потом умножили на два, потом добавили единицу, вывели точно так же, как и в предыдущем примере. Вот мы делаем пример с использованием ap, а вот пример с использованием chain. То есть можно их комбинировать как угодно и строить цепочки. Вообще можно еще так сказать, что у нас монады – это такая вот абстракция для того, чтобы строить цепочки контейнеров, связывая их преобразованиями, то есть связывая их функциями. То есть мы что-то кладем в один контейнер, и дальше при помощи функций перекладываем следующий, в следующий, в следующий. Ну и какие штуки мы можем еще при помощи них делать? Так, так, так. Я вот в этот вот в контейнер maybe сейчас положу вот такой конфиг, где нам может понадобиться вообще использовать функторы, функциональные объекты и монады. Вот, допустим, при работе с конфигом. Есть у меня конфиг, у которого есть два ключа, и внутри этих ключей какие-то, значит, параметры лежат. И когда я обращаюсь к этим параметрам, мне нужно сначала проверять, есть ли там коорд, есть ли у него x, и потом считывать. Теперь я могу вот таким вот образом коорд положить в maybe, дальше velocity положить в maybe, вот так. И теперь у меня есть коорд и velocity как отдельные отдельные ключи, которые лежат внутри контейнеров. и теперь я могу velocity мэпить через функцию addVelocity вот таким вот образом и потом к координатам применять функтор, который получился вылез из этого addVelocity. Вот таким вот образом. То есть у меня есть функция, которая умеет делать сдвиг, вот такой просто сдвиг. И теперь я могу все свои вычисления сделать в функциональном стиле вот такой, по цепочке. То есть сначала случится создание нового контейнера вот тут, в который положится конфиг, а потом он применится к координатам, и координаты сдвинутся на вот этот velocity. Давайте мы это запустим. 6. О, вот они сдвинулись. Ну, на самом деле такой пример применения не особо понятен, потому что он слишком маленький. Давайте попробуем сделать себе еще один пример, когда мы хотим из какого-то конфига прочитать данные в глубину, ну, как бы вложенные, вот у нас есть такой конфиг, и мы хотим в нем прочитать какой-то сильно вложенный ключ, вот этот, допустим, файл нейм. Тут у нас, понятно, есть ключи, они один в другом находятся, и мы хотим считать файл при помощи библиотечки fs в ноде, который вот так вот называется. Мы должны, как обычно мы пишем это дело, мы должны сначала понять, что у нас есть конфиг, потом проверяем, а в конфиге есть ли ключ сервер, если есть, есть ли ключ ssl, если он есть, то есть ли в ssl ключ key, и если он есть, то есть ли в этом key файл нейм. Ну, это такой столбик некрасивый, да? Ну, тут понятно, мы просто взяли это дело в переменную, считали файл, вывели на экран. Как мы можем это делать? При помощи монады пас, которая чуть выше, точнее, не монады, а функтора пас, который я чуть выше там написал, сейчас мы его разберем. я внутрь этого паса положил конфиг, а теперь передаю туда ключ, ну, точнее, путь, я передаю весь путь через точку server.ssl.key.file.name и у меня теперь есть вот тут вот функция, в которую придет сразу значение файл. Оно считается из file name и я нормально все это дело прочитаю при помощи read-файла, вот сюда придут данные, теперь я эти данные положу еще в монаду maybe и выведу на экран, вот таким вот способом в принципе можно было бы даже без этого внутреннего да, но как минимум вот эта строчка одна написанная при помощи функторов эквивалентна вот такой вот вещи то есть это нам позволяет скрыть некоторым образом сложность и улучшить синтаксис ну то есть для джаваскрипта это нужно исключительно для того чтобы улучшать синтаксис так как джаваскрипт не является вот чисто функциональным языком то в основном он черпает идеи синтаксиса из вот таких вот вещей смотрим как написан этот паз в паз приходят сначала данные из которых мы потом хотим по пути читать вот данные положились в замыкание теперь они видны из всего вот этого блока кода дальше из этого паза вернулась лямбда которая принимает на вход путь дальше мы из этой лямбды возвращаем вот такой вот maybe и в этот maybe мы кладем путь и дальше вот эта функция это практически у этого maybe это у нас функциональный maybe это его map это вызов функции map то есть отсюда этот путь возвращается нам дальше мы этот путь сплитаем по точке и делаем reduce сплитаем по точке чтобы у нас там путь разделен точками в строке то есть у нас тут получается массив отдельных элементов пути теперь мы делаем reduce 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 начинается вот с этого значения если у нас данные какие-то лежали внутри замыкания то мы с этих данных начнем а если там ничего не было то мы с пустого объекта начнем и дальше на каждой итерации этого reduce мы будем считывать следующий элемент пути если этого элемента пути нету то мы будем туда пустой объект отдавать таким образом если у нас в этом конфиге ничего не было по вот этому пути то все нормально будет если допустим не было какого-то промежуточного ключа ssl допустим не было или вообще сервера не было то вычисления дальше не пойдут оно сразу поймет что у нас сервера нету значит нужно вернуть вот сюда это самое maybe внутри с пустым объектом и таким образом нам не нужно вот эту вот цепочку писать цепочку в if условий да ну вот такое так теперь попробуем сделать такую вот гибридную гибридную штуку мы попробуем сделать сейчас и прототипы вот у нас счетчик это у нас прототип да но мы будем хранить значение внутри замыкания но при этом все равно использовать прототипы для того чтобы прицепливать к этому замыканию какие-то методы да сейчас сначала посмотрим как этим пользоваться да вот тут у нас есть счетчик мы в него его инициализируем значением 10 да у нас получается вот такой контейнер в котором лежит десятка дальше у нас есть методы когда он доходит до пятерки то должен вот такой вот случиться вывод на экран что вот мы превысили пятерку дальше когда он доходит до 25 то мы другую вещь печатаем на экран что он 25 превысил и то есть это мы навесили два обработчика события дальше мы вызываем этот каунтер добавляя туда пятерку и дальше еще ставим setTimeout и этот setTimeout будет постоянно туда добавлять 15 тут у нас вот этот C который мы сделали он не функтор и не монада в данном случае это функциональный объект то есть это такой объект у которого есть методы и он сам является функцией то есть у него есть собственное замыкание внутри вот этого C хранится начальное значение десятка кроме того когда мы подписываемся тут на вот эти события у нас что получается собственно и вот эти вот значения и вот эти лямбды которые мы передаем сюда они тоже будут храниться внутри замыкания вот этого C но кроме того у C кроме методов он еще сам является функцией вот мы его вызываем и добавляем туда пятерку но в отличие от того как это происходит в функторах и монадах у нас не создается новый контейнер а из каждого вызова вот этого C возвращается ссылка на него же на предыдущий контейнер только внутри этого контейнера аргумент складывается с тем значением которое было в начале то есть тут мы положили десятку тут мы ее увеличили на 5 там получилось 15 и тут мы каждый раз вызываем этот C мы тот же самый в том же самом контейнере просто изменяем значение к нему на каждой итерации будет добавляться 15 давайте это дело запустим 8 пример ну вот когда оно стало там больше 5 оно вывелось на экран и больше 25 вывелось на экран есть да то есть теперь как мы это сделали это не функтор и не монада это функциональный объект то есть это такой объект который одновременно является и функцией и объектом у объекта есть методы ну а функцию можно вызвать показываю каким образом мы делаем мы сначала заготавливаем вот такой вот конструктор прототипа counter а дальше у нас же есть функция counter с маленькой буквы counter и initial value к нему приходит вот сюда вот первым аргументом мы сразу тут объявляем функцию f которую потом вернем то есть эта функция будет нам обеспечивать чейнинг initial значение попало в замыкание и видно во всем вот в этом блоке кода значит кроме того мы перед тем как вернуть f мы делаем ему set prototype off вот нашей функции f которую возвращаем set prototype off делаем на counter точка prototype то есть хоть это у нас и функция но мы функции присваиваем другой прототип который вот тут объявили вот этот прототип теперь у f у функции будут видны не только все те методы которые унаследовались от прототипа функций и от объекта в системе но и все методы которые лежат в counter prototype дальше мы к функции f еще объект assign добавляем несколько полей добавляем count добавляем справочник events и отправляем туда еще и так 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 вот что мы делаем смотрите мы сначала вот делаем такой вот object assign вот он да то есть эти два поля примешались к f ну непосредственно к f потому что set prototype of добавился к f точка прототайпу ну то есть у нашей вот этой функции f тоже есть же прототип естественно и мы ее связали с другим прототипом а уже к самой f добавились два свойства и вот вся вот эта штука которую я отметил вернула нам ссылку на f да и мы в эту ссылку на f передали initial value для чего мы это сделали просто для того чтобы у нас initial value нигде не использовался дальше то есть он у нас внутри функции f нету нигде обращения к initial value и благодаря этому у нас f практически не замкнут ну то есть на initial value то есть у нас не образуется замыкание в таком случае хотя initial value пришел но мы его сразу передали вот в эту функцию естественно вызвалась функция f и initial value попал сюда вот в value и уже внутри этой функции мы его присвоили в свойства f.count мы его увеличили на этот initial value то есть у нас конструкция вроде бы как у нас функция у нее есть методы и свойства и когда эти методы вызываются то у функции меняются свойства тут count поменялся дальше мы берем и проверяем нужно ли нам вызывать какие-то события для этого мы у этого же f есть events мы берем events берем из него все ключи фильтруем их по n ну то есть дошло ли у нас фильтруем их находим все те подписчики у которых значит значение меньше чем меньше равно чем наш fcount и дальше проходимся for each по всем этим подписчикам берем их из справочника events и вызываем эти callback и передаем туда какое там сейчас значение ну и потом отписываемся ну тут короче это даже не on а once да то есть один раз случается вызов этого события потом подписка удаляется и из этой функции f опять возвращается ссылка на саму эту функцию f ну чтобы обеспечить чейнинг а теперь мы к этой функции можем добавлять методы вот тут добавляем метод on и добавили мы его к counter протопротайпу можем сюда добавить кучу других методов можем сюда добавить там map apply там что угодно unsubscribe subscribe то есть эти методы могут быть какие угодно все эти методы они потом добавляются к функции f ну тут происходит что реализация обычного нашего паттерна подписки на события почти почти вентимитр реализован самый простейший то есть ищется там событие и в это событие сохраняется callback вот такс еще интересная штука что так как у нас внутри внутри этого этой функции ну то есть точнее внутри прототипа this будет ссылаться на функцию мы же при помощи set prototype этот прототип связали с функцией и теперь мы this можем вызывать как функцию это вообще уникальная штука вот тут мы точно можем почувствовать что это функциональный объект он одновременно и объект потому что он this это контекст и одновременно он является функцией то есть мы взяли обычный объектный прототип присвоили функции и теперь его можно вызывать ну то есть это я хочу вам показать вот этот способ для того чтобы у вас не случилось в голове перемешивания что такое функтор и что такое функциональный объект сейчас я вам показываю функциональный объект он одновременно является функцией и объектом но так как он не имеет функции map apply чейн то он не является при этом не функтором не монады но это функциональный объект вот такое ну вот как бы как его использовать я это запускал не до запустил то есть вот такая штука тут мы еще один сделаем еще один функциональный объект коллектор сначала посмотрим как им пользоваться так вот тут мы делаем коллег 4 то есть это уже практическое его применение сделали коллег 4 это значит что мы собираемся где-то получить 4 кусочка данных вот мы вызвали коллег 4 создался коллектор данных который ожидает 4 кусочка данных и подписались на события дан она вызовется когда эти 4 кусочка данных будут собраны и мы выведем их на экран скажем что вот дан call back и выведем ошибку или данные и дальше у меня вот этот дисси да это коллектор он одновременно является и объектом и функции вот как мы его можем как функцию использовать вот дисси передаем туда ключ и значение это один кусочек данных мы собрали он туда в этот коллектор попал дальше нас от тайм-ауте мы еще раз второй ключ туда ки 2 и value 2 они тоже туда отправились в этот коллектор и там сколлекционировались теперь с это медиаид мы туда 3 ключ через это медиаид добавляем и еще два ключа просто так теперь в каком порядке эти ключи ну всего вы туда пять ключей отправили да но у нас события случится когда туда попадут четыре ключа нам же четыре достаточно в каком последователь в какой последовательности они туда отправятся один четыре пять три почему так значит один потому что мы тут синхронно вызываем потом четыре пять потому что с этой маута с этой медиаид исполнится же позже значит потом синхронно вызывается четвертый и пятый вот они попали следующими а потом ки 3 вызовется потому что с этой медиаид происходит раньше чем с этой маут 100 правильно то есть самый последний туда ключ должен попадать ки 2 но мы этого уже не увидим то есть мы сделали себе вот такой вот функциональный объект дэйта коллектор это уже реальное применение функциональных объектов для синхронного программирования и вот его реализация она реализация очень похожа на предыдущую которую вам показывал тут тоже создается конструктор прототипа тоже создается вот эта функция и мы уходим от замыкания при помощи того что мы делаем set prototype of и у нас коллектор это одновременно и функция и мы ей присваиваем прототип какой-то да и у нас еще у этого функтора куча полей есть вот эти вот поля каунт expected дэйта колбек и finished и мы их тоже примешиваем через через object assign к этому же самому коллектору то есть оно будет работать примерно так же как оно работало бы с замыканиями то есть мы можем получившийся коллектор использовать как функцию но у него еще есть и методы сейчас посмотрим тут мы какие-то методы ему добавили или не добавил а ну вот у него тут есть метод дан можно можно к нему кроме метода дан добавить еще кучу методов просто добавив их к коллектор прототайпу и это будет почему я именно так вот сделал да почему я не храню вот эти филды в замыкании почему именно я их вот сюда сайню таким образом потому что вот этот способ создания функторов он очень скоростной оптимизирующий компилятор через буквально прогон небольшого количества итераций понимает что никакие аргументы и никакие идентификаторы наружной функции collect не используются внутри функции коллектор и не создается замыкание ну то есть как бы оно похоже ну как бы должно создаваться но не создается и вот такой шаблон в текущей версии в 8 очень быстро работает то есть этот коллектор он очень скоростной благодаря тому что у него вот такой вот используется прием теперь благодаря тому что он сделан из функции его можно вызывать как функцию но при этом не используется замыкание и благодаря тому что мы использовали прототип и у него еще и методы есть вот так вот да и эти методы не у каждого конкретного экземпляра коллектора повторяются а эти методы все сгруппированы в прототип и поэтому не будет целой пачки вот если этих методов было бы много да то у нас бы не хранилась целая пачка ссылок на методы в каждом коллекторе а просто в каждом коллекторе будет одна ссылка на его прототип а уже прототип содержит конкретные методы так ну вот такой паттерн используется для ускорения и так давайте наверное обобщим сегодняшний материал что у нас есть функциональные объекты то есть это такая функция которую можно как функцию использовать у нее есть еще какие-то свойства и методы то есть это и функция объект одновременно внутри нее можно тыс . чего-то писать а можно риск как функцию использовать или же у нас есть функторы это рекурсивные замыкания то есть функторы это такие контейнеры в которые можно положить положить какое-то значение и преобразовать при помощи метода map у нас есть аппликативные функторы это функтор у которого есть еще метод ap который позволяет один функтор применить к значению который лежит в другом функторе и есть монады это такие аппликативные функторы у которых есть метод chain которые позволяют реализовывать цепочки вычислений такс ну я думаю все спасибо